Медын, зынь и сив, зима, замороженные тень, стынь, Снегота, снегота, стужа вьюж, вьюга стуга, 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 убийства без крови. Алексей Крученых, самый радикальный поэт, самый крайний поэт, который писал большинство своих стихов на языке, который сам же придумал. Дэрбул чил, овещум, мизис, дзым, снегота, зимота. Если слушать эти стихи, особенно в его исполнении, потому что сохранился его голос, то ты представляешь, что он имеет в виду, что это сихотворение о зиме, потому что становится холодно от его голоса. Радикальнее, чем он, был только поэт Василис Гнедов, который написал поэму «Конца», «Чистый лист», в поэме не было слов. И когда он выступал, когда он ее читал, выходил, молчал какое-то время, потом делал рукой такое движение. Минус, что ли, рисовал. Ну, Крученых представляется мне самой приятной, самой прекрасной и яркой фигурой в литературе. Это поэт для поэтов, безусловно, но это поэт, которого никакой Сталин не заставил писать в угоду времени, не заставил писать про время. Поэт, который никогда не печатался, печатал только сам себя до 30-х годов, издавал книжечки такие самодельные, которые сейчас стоят огромных денег, потому что иллюстрации к нему рисовал там Лентулов, Филонов, Малевич и так далее. То есть это для коллекционеров просто такая штука-находка. После 30-х годов, конечно, уже никакие книжечки он не мог печатать. Ну, вот у него есть такая строчка «Забыл повеситься, лечу в Америке». В Америке он не летал, но повеситься забыл и прожил очень нетипичную судьбу, потому что умер он в 69-м году. То есть представьте себе, поэт, который с 30-х годов не печатал даже сам себя. Самый ненужный, не то что поэт, самый ненужный человек, наверное, во всем Советском Союзе. В 60-е годы, в эпоху там Вознесенского, Евтушенко. Можно было на Арбате встретить вот такого дедушку, очень худенького, который ходил, выходил из дома, он набивал рот булкой жеваной и горячим чаем, чтобы так дольше жить. Считал, что он так будет дольше жить, но, собственно, очень долго прожил. Вот он ходил и занимался тем, что он продавал рукописи, потому что последний футурист, друг всех, его оберегом, что сохранило ему жизнь, во-первых, было то, что действительно непонятно вообще, о чем он писал. То есть, ну, там было сложно найти антисоветчину. Вот, а во-вторых, когда ему говорили, собственно, чего вы живете-то, зачем? А он говорит, пожалуйста, и можете открыть любой там сборник, посвященный Малевичу. И там есть обязательно в интервью, Малевич говорит, мой любимый поэт Алексей Крученых. Он говорит, а это я, не надо меня трогать. Или вот посвящение, секретарение Маяковского мне посвященное. И Маяковский с Малевичем были для него такой охранной грамотой. Заработал, да, он тем, что продавал автографы, продавал черневики, которых у него было очень много. К нему люди подходили, говорят, что у вас сегодня интересно. Он говорит, у меня есть рукопись Хлебникова, 100 рублей. Говорили, ну, есть только 30. Да, пожалуйста, он отрезал кусок рукописи, значит, давал. Вот. И у него был юбилей, когда уже Крученый был старенький. Не знали, что ему подарить. Но знали, что он в очень тяжелом положении, решили подарить ему деньги. Поэты скинулись с деньгами. Ну, денег было, собственно, не очень так много. Сколько было. И каждому было неудобно, чтобы именно он дарил. Ну, неудобно. Такой поэт, последний футурист, последний поэт Серебряного века. Дарить ему какие-то деньги жалкие. В общем, все мялись. Ну, как это преподнести? Не могли придумать. И вроде бы, если я не ошибаюсь, Борис Слуцкий в итоге взял эту миссию на себя. Был день рождения. Слуцкий встал, вручил конверт. И говорит, Алексей Елисеевич, вы в поэзии, такое явление. И вот он начинает свою речь. Крученый говорит. И начинает считать деньги. И так же, иди, и считай. Продолжайте. Он сказал, благословил и разрешил. Вот. Умер он так замечательно. На его похороны пришли несколько человек. Ну, там Вознесенский, Лиля Брик, Слуцкий в крематории. И положили цветы на гроб. Гроб опустился в эту яму, загорелся. А потом оказалось, что на самом деле Крученых был рядышком его гроб. А они положили на гроб какого-то неизвестного человека. Ну, собственно, это очень характеризует то, как человек прожил жизнь. И, я не знаю, только такая сволочь, как авторы сериала Есенин, могли показать такого человека, как Крученых, таким мерзким и толстым. Хотя он был худенький, замечательный. Всем Крученых, храни вас Бог. Вот на столе пасхальном, блюдоносном, Расыпай щедрой рукою, Сахарный сахрум, Махнаденький махрум, Кусочки зонзы, И сладкосты. Мизюй, Чтоб жити Заверска изюм.